Туристские предприниматели жалуются на необоснованные штрафы. Они утверждают, что местный департамент по статистике намеренно делает их должниками. Якобы сотрудники специально дезинформируют бизнесменов при сдаче отчетности, а потом облагают непосильными штрафами. Что говорят об этом в ведомстве, выясняли наши корреспонденты. Предприниматель Светлана Нечаева подозревает, что сотрудники департамента по статистике год назад намеренно ввели ее в заблуждение. Мол, они убедили ее в том, что туристский бизнес отныне освобожден от статистических отчетов. Но два месяца назад турфирму оштрафовали на 14 тысяч тенге. Там одна цифра, нужно было указать. Это вообще не проблема была бы. Это бесполезно, все у них четко, это все продумано, документы все оформлены четко. Это было бы все в моей движении просто вот трата денежных средств и нервной системы. В ассоциации предпринимателей склонны согласиться со Светланой Нечаевой. В последнее время каждый 14-й крагандинский бизнесмен жалуется на дезинформацию и высокие штрафы. У нас впечатление, что происходит, соответственно, кризис, отсутствуют деньги в бюджете. Наверное, это и является основанием для того, чтобы привлекать субъектов малого бизнеса. А еще откуда собирать деньги? С кого? На одно предприятие в год приходится до 27 видов отчетов в органы статистики. Квартальные, полугодовые, годовые. К тому же правила и порядок подачи меняются настолько часто, что порой не уследить. В департаменте по статистике уверяют, что всю информацию об отчетах можно найти на их сайте, а по отдельным формам отчетов в цонах налоговой и юстиции. Все, кто не отчитался до установленного срока, они попадают в список должников. То есть факт зафиксирован, поэтому оснований для отмены, пересмотра данного решения у органов статистики нет. В департаменте по статистике предупредили, штрафовать будут без предупреждений. Предпринимателям также стоит учитывать, что штрафы с начала года стали значительно больше. А спорить их практически невозможно, если только ранее предприниматель не признал себя банкротом. Столько времени на это тратишь, надо разбираться. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, информбюро Караганды. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова